Хорошо, смотрите, что же нужно рекламировать? Наверное, начнем с истории школы. В 1996 году произошло замечательное событие. В Москве прошло первое фотобиеннале. Его организовывало в небольшой студии в центре Ольга Свиблова. Пять или шесть человек объединились в команду. В студии стояло шесть или семь раскладушек. Люди жили безвылзно. Биеннале состоялось. Понравилась мэрия, администрация Москвы. Стала постоянной. Чуть позже было выделено помещение. И, так сказать, организаторы фотобиеннале стали сотрудниками Музея Москвы. А чуть позже возник организация, что называется Московский дом фотографии. Биеннале стали проводиться каждый год, чередуясь между документальной фотографией и фотографией моды. И, так сказать, главные выставки открывались и в Московском манеже, и в разных музеях, и Третьяковской галереи, и в музее Пушкина и так далее. Множество выставок за эти 25 лет было проведено. Множество экспертов со всего мира эти биеннале посетило. И нарисовалась проблема, что, так сказать, готовя какие-то выставки важнейших российских авторов, организаторы столкнулись, что западные кураторы на экспозиции говорили слова, что «А мы это уже видели, или я с этим автором уже сотрудничал». То есть количество авторов российских оказалось ограничено. И тут же возникла идея, что, в принципе, надо заниматься образованием, надо людей учить, надо, так сказать, возрождать то, что называется российскую школу российской фотографии. Хорошо, так возникла школа. Школа тоже имеет историю уже в 15 лет. Из них 10 или 11 год уже пошел преподаватель я в этой школе. И мы готовим какие-то кадры. В том числе уже школа расширилась. Это не школа фотографии, это школа мультимедийная. Там множество мастерских, множество преподавателей. И вот такая история школы. Ну, можно тоже, как бы, такой пункт, чтобы мы понимали, а может, даже, как бы, это и не надо, что история российской фотографии, но, как бы, нас сегодня не про это пропускаем это. Третий пункт – условия поступления в школу. Школа бесплатная. Сейчас я посмотрел тоже какой-то рейтинг среди школ Москвы. То есть мы обычно занимаем какое-нибудь 21 или 31 место. Но сейчас вот мы поднялись в рейтинге, и школа Ротченко занимает уже, как бы, наверное, восьмое место. Ну, раньше тоже школ было много. Сейчас вот я посмотрел по списку, не так много. Всего семь страниц. Раньше было 15 страниц. Ну, видите, значит, школа статусная, с рейтингом небольшим. И мы берем, как бы, учиться людей, разыскиваем таланты, поддерживаем их и надеемся, что к нам придут абитуриенты не после школы, а уже, так сказать, может быть, под свыше образованием. Люди, которые уже поработали, имеют какие-то навыки. И если я говорю про фото, так сказать, мастерскую, ну, может быть, уже люди, которые не учатся снимать, которые снимают, и их просто надо поддержать и, ну, как сказать, может, просто и вместе поработать, и, так сказать, ну, просто поднять статус. Значит, ну, чтобы мы понимали, вот такой тоже средний возраст выпускников этого года. Ну, есть, я думаю, что, может, и молодые девушки тоже, но я думаю, что вот в моей группе это 28-30 лет. И даже есть люди чуть постарше. Значит, поступление у нас по портфолио. Портфолио мы рассматриваем оффлайн, так сказать, выбираем людей с каким-то уровнем работ. Еще раз, это не начальная школа. То есть уже у абитуриента, ну, какая-то, не знаю, как сказать, портфолио должно быть сформировано. И, ну, так как мы никаким образом не можем проконтролировать, если мы говорим о фотографии, кто именно снял эти фотографии, их может снять любой человек, их можно одолжить на время поступления, то у нас есть такой момент тоже с собеседованием, так сказать, просмотр анкеты, где можно тоже какие-то вопросы задать. И, так сказать, когда абитуриент с хорошим портфолио, возможно, с чужим, поступает и пишет, что любимый фотограф Картепрессона, а можно задать вопрос, Картепрессон снимал на цвет или ЧБ, и человек не знает, так сказать, кто такой Картепрессон, ну, как бы, то есть и хорошие анкеты, хорошие имена, но не знает, как ни одной фотографии, и сходу, значит, шпаргалки нету, цветной ли Картепрессон или черно-белый. Ну, замечу, что Картепрессон, в принципе, цветной фотограф и работает для пресса, множество репортажей снял и в цвете, и также у него много книжек тоже цветных. Отсюда, значит, портфолио, собеседование, 38 мест каждый год в школе, небольшой взнос, по-моему, там в 50 или 60 тысяч рублей один раз, значит, за три года обучения. Система мастерских практикумов в течение двух лет и один год дается на диплом. Значит, раз в полгода у нас проходит публичный просмотр, они длятся семь дней, где у студента есть возможность показать большому кругу преподавателей, это, может быть, даже плюс-минус в просмотрах участвует до 15 человек свои работы, поделиться своими достижениями. Ну, также, так сказать, есть возможность вешать работу на стенку, делать выставки и выслушивать мнение экспертов ТЭТО-ТЭТ. Значит, вот система с просмотрами, и год дается на диплом, но обычно диплом, значит, в прошлом вешались в музее Московского доме фотографий, сейчас диплом проходит в фонде Екатерина. Значит, фонде Екатерина – это тоже музейный статус с большим накопленным опытом ретроспективных выставок. Например, там была ретроспектива Андрея Гурски или отечественного мастера Эрика Булатова. Ну, что мы делаем на практикуме? Как бы я ставлю перед студентами задания. Задания, наверное, как бы, так сказать, если люди занимаются фотографией и, так сказать, и если в прошлом не было возможности таких студентов выбирать, возможно, я выбирал людей, которые умеют снимать в городе и умеют снимать чужих людей. Ну, потому что это ценится, и, так сказать, не все готовы снимать чужого, и не все готовы снимать, так сказать, не все умеют снимать портрет незнакомого человека. От того, значит, два задания. Это создать серию эссе про город и люди в городе. Ну, как раз как бы наступает, значит, у нас во второй сессии весна, становится тепло, в принципе, можно выйти в город, и, соответственно, съемка городская, так сказать, совпадает с осенью зимой и, так сказать, когда людей тоже в городе снимать тяжело. Так, система, значит, просмотров, год дается на диплом. Наверное, из чего сегодня тоже состоит фотография, наверное, тоже отмечу три аспекта. Это книга, и, значит, появился, как бы, ну, как бы опыт, что цифровая печать появилась, где, значит, возможность появилась у людей, делающих книжки, выпускать книжку от одного экземпляра. В прошлом обсетная печать, это была, так сказать, печать от 500 или 700 или от 1000 экземпляров. Значит, так сказать, где живет фотография? Это книга, выставка, и, ну, как бы бывает, наверное, сетевые публикации. И, наверное, я упоминаю сейчас, как бы где живет творческая фотография. Замечу, что творческая фотография – это скорее траты, это, так сказать, смотр достижений. Значит, если мы делаем книжку, мы, так сказать, сделали какое-то важное высказывание и делимся этим высказыванием через книжку. Ну, значит, как бы я, так сказать, работаю со студентами, и такие книжки мы уже несколько лет выпускаем, но продуктов у нас нет. Значит, есть в школе галерея, есть стены, коридорная система. Значит, я тоже стараюсь с каждым курсом какие-то выставки подготовить, запустить. И, в принципе, эти выставки тоже имеют какой-то городской резонанс, и приходит тоже публика из города на эти вернисажи. Ну, сетевые публикации, значит, я тоже прошу студентов работать для продвижения в том числе и себя. Значит, как замечу еще раз, что работа фотографа состоит у нас, так сказать, в каких-то творческих дисциплин. И, так сказать, ремесла. То есть где-то мы вкладываем свои деньги, где-то мы, так сказать, учимся их зарабатывать. Значит, в школе есть тоже необходимые, так сказать, оборудования и преподаватели, которые, так сказать, учат работать и со светом, и со студийным светом. И, так сказать, ну, в принципе, какие-то азы фотографирования тоже там есть, потому что сегодня мы все снимаем на цифру и как там что устроено, тоже, как бы, иногда не задумываемся, а надо бы. Отсюда, как бы, остается представить себя и, в принципе, я готов тоже ответить на ваши вопросы. Замечу, что, значит, в 20-х числах, по-моему, 26-го или 27-го в школе Родченко различными преподавателями будет проходить не собеседование, а просмотр портфолио. Такая тоже акция, чтобы, ну, как сказать, не так сложил, не ты работы выбрал, соответственно, как бы, они не вызвали интереса и, так сказать, ну, и, в принципе, многие просто приходят и познакомятся, как выглядит школа и как выглядят тоже преподаватели. Значит, на такую тоже, такую встречу, сейчас посмотрим, какого она числа, можно тоже заранее записаться и все преподаватели, значит, можно с любым преподавателем и познакомиться. Это называется консультация. И вот моя консультация будет 29-го июля, в четверг, с 3-х часов дня до 20-ти часов. Ну, ведь там ажиотажа такой не будет, но в прошлом, как сказать, значит, надо было тоже прийти в 15 часов, а уйти иногда в 7 утра. То есть люди оставались до 7 утра, чтобы просто показать портфолио и, ну, в принципе, эти, как сказать, школ много, а посоветоваться почему-то не с кем. Оттого перейдем к самопрезентации. Она довольно короткая и, как я уже сказал, наверное, в прошлом, когда я начинал заниматься фотографией, довольно важный файл, чтобы понять, как сказать, что было такое разделение на фотографию официальное в 80-е годы и на неофициальное, то, что можно, так сказать, назвать сегодня андеграундом. Ну, и вообще, как сказать, как, в принципе, чтобы понять тот круг общения, с кем общался и каким образом можно было пробиться, я показываю тоже вот такая опция фотографическая, книжка, уж не помню, не Набоков, а уж кто не помнил, просто, как вы, значит, смотрите, какие-то книжки печатались за рубежом в виде пленок, привозились в СССР, распечатывались и вот такие стопочки по 300-400 страниц, значит, можно как бы было брать на один день, почитать и, так сказать, ну, в принципе, прошлое ничем не отличается от сегодняшнего. Хорошо, я занимаюсь до сих пор пленочной фотографией и, ну, как бы, так сказать, у меня тоже есть какие-то симпатии к пленочникам, потому что я понимаю, как бы через какой процесс тоже люди проходят и, в принципе, школа позволяет тоже поработать на оборудовании, значит, там есть и проявочная лаборатория, черно-белые, цветные, есть, значит, преподаватели, которые преподают тоже и проявку, и ручную печать, ну, по-моему, любой человек, занимающийся фотографией, через такой навык должен пройти, ну, или, как сказать, эти курсы тоже вызывают какой-то ажиотаж не только в фотогруппах, но и у людей, которые занимаются актуальным или современным искусством. Итак, я начинал в середине 80-х годов, снимал проект про молодежь, значит, у нас тоже был такой этап, застойное время, время оттепли, значит, тоже жесткий застой, и то, что, так сказать, эпоха, которую можно назвать, эпоха Горбачева, перестройки, гласности, когда какие-то границы открылись, какие-то изменения, и эти изменения тоже, так сказать, в своем первом проекте, который начал в 85-м году, попытался запечатлеть, так сказать, менялся мир, но вот я сфокусировался на молодых людях и посвятил этому проекту тоже 3 или 4 года жизни, где была модная тусовка, это все-таки как бы люди объединялись, их объединял рок-н-ролл, где, так сказать, в отличие от попсы, которая звучала, значит, у нас был телевизор, в Москве было две программы, одна была программа учебная, и в каждой квартире, значит, была радиоточка, то есть, можно было слушать радио и смотреть два канала телевидения, и, возможно, появление, ну, какой-то свободы, тоже она происходила через рок-музыку, и, так сказать, какая-то была и независимость, и свобода в этой молодежи, и вот этот период я тоже запечатлел, так, дальше, ну, видите, снимал различных исполнителей, сделал какие-то известные фотографии, получил какие-то тоже, так сказать, важные публикации, снимал, как оказалось, тоже двух президентов, и, так сказать, на своих занятиях я тоже учу читать фотографию, потому что фотография, ну, друзья, вот, как бы тоже люди нашли какие-то знакомые черты, видите, так сказать, если, значит, преподаватель является еще и действующим фотографом, то, видите, как бы, я прошу людей обычно, так сказать, задаю вопрос, а как такая фотография задается, где находится фотограф, как в такую фотографию попасть, обычно, значит, люди тоже отвечают, ну, уже преподают даже последние 15 лет, если не больше, что фотограф оказался в, так сказать, в потоке, что его обтекают, значит, две пары людей, две девушки, солдаты, и, видите, как интересно показывать негативы, девушки стоят, солдаты появились, и девушки снова стоят, то есть, это мы на секундочку только вообразили, или, так сказать, фотограф, в данном случае я применил какой-то некий ракурс, оптику подобрал, и, так сказать, люди на секундочку почему-то оживились, ну, вот, так сказать, видите, как бы у меня можно узнать загадки, как фотография создается. Оттого, так сказать, я посвятил какое-то время таким странным тоже проектам, детским площадкам, потому что было видно, что, ну, как бы, так сказать, не за ними будущее, но в них есть какое-то тепло детства, и не ошибся, то есть, как бы, такая площадка, так сказать, которая была, то, что называется, детская площадка в СССР полностью исчезла, и мы сейчас видим совершенно другие детские комплексы по всей стране. Я снимал такие тоже необычные проекты, как советская скамейка, которая тоже решила исчезнуть, и, в принципе, тоже какие-то выставки важные, так сказать, я получил в начале-середине 90-х, и, например, вот в серии с 50 скамейк экспонировался, в том числе, в Академии искусства в Берлине в 95-м году. Ну, видеть, такой был тоже этап в жизни страны, когда камеру было тяжело просто поднять, навести на человека, потому что, ну, какая-то была тоже катастрофа, и, так сказать, в обществе, и, как фотограф, я хотел эту катастрофу, как бы, ну, как бы избежать, избежать просто какое-то общение, касание взглядов, и, видите, ушел в какие-то скамейки, монументы, детские площадки, но чуть позже понял ошибку, что изменения глобальные, и все-таки, как бы, не натюрморты, не городской пейзаж, и не такая архитектура малых форм, интересно, в будущем, видите, как бы, как сказать, фотография оживает, снимается сегодня, востребована, возможно, через несколько лет, а интересны люди, и, так сказать, посвятил проект городу Москве, расписав в 93-м году 72 хэштега, исследуя этим хэштегом, там, так сказать, русская девушка, влюбленная пара, поезд света и тени, собаки, торговля, какие-то праздники и так далее, так сказать, все это тоже мы, как бы, обсуждаем, и видите, как бы, эти фотографии тоже, многие, невозможно прочесть, и, так сказать, в принципе, ну, так сказать, что дает общение с мастером, как бы, это раскрытие, вообще, как фотография создается, потому что, от чего, как бы, этот молодой человек улыбается, как к бабушке попал в топорад за 1200 евро, множество, так сказать, вопросов, нет ответа, и на занятиях мы, как бы, часто эти ответы получаем, что именно предпринял фотограф, чтобы, так сказать, сюжет удался, и сюжет, как оказалось, еще и, так сказать, стал востребован, тоже, так сказать, если мы видим по выставкам, спустя тоже десятилетия. Ну, видите, как сказать, смотрите, чтобы мы понимали, какие мотивации, как создаются эти хэштеги, по которым фотограф тоже тихонечко набирает, так сказать, коллекцию образов, ну, например, здесь, видите, как бы до этого были какие-то фотографии влюбленных, но, так сказать, я поставил себе тоже такой вопрос, что, в принципе, происходит война, гражданская война, война в Чечне, так сказать, можно ли отразить, ее войну снимают лучшие мировые звезды, документальные фотографии, ее снимает пресс-фотограф и так далее, она сто процентов останется в истории, вот можно ли на ряду с войной оставить какие-то образы мирной жизни, значит, война, смерть, вот как бы я перешел на тему любви, и действительно такая выставка, эпоха Ельцина в музее московского фотография, эпоха Ельцина, через 18-летие была выставка, где, значит, куратор Ольга Свибуа действительно поставила стенды напротив друг друга, где на одних фотографиях была мирная жизнь в Москве, некая такая влюбленность, атмосфера раскованности, и, возможно, какие-то, так сказать, что-то было зачато, и какие-то жизни новые появились, напротив стенды с военной хроникой, потому что если мы говорим про эпоху, про эпоху 90-е, никаким образом из этой эпохи эту войну не, так сказать, не скрыть. Соответственно, ну, как бы какие-то образы, чтобы мы тоже понимали, какие мотивации, это и какая-то сталинская архитектура, но появляется в 90-е годы реклама, в СССР рекламы не было, и вот эти образы новые тоже на фоне этих жигулей и москвичей я тоже пытаюсь запечатлеть. Ну, видите, какие-то русские медведи гуляют, депрессия, мебельные магазины, торговля, вокзалы, люди звонят, старшее поколение празднует советские праздники, ну, и на этом фоне тоже появляется вот какая-то раскованная новое поколение. Ну, если это 99-й год, значит, это, так сказать, середина 80-го года рождения. Ну, возможно, это фотографии ваших родителей. От того, как я сказал, где живет фотография, и это выставка, книжка, сеть, в прошлом сети не было, значит, была выставка и публикация, журнал, книжка, авторская книжка, какие-то групповые альбомы, и, так сказать, это тоже затягивает, и уже, значит, тоже с 90-х годов я такие книжки тоже делаю, и как пример, значит, тоже такая серия «Конец века», придуманная французским издательством, как выглядят молодые люди по 20 лет в разных частях мира, и вот мне как бы довелось представить Москву, в принципе там и Сирия, и Куба, и Париж, и Токио, и какие-то тоже другие, так сказать, города и страны, и вот как выглядит тоже, значит, публикация в такой серийной книжке. Значит, в 2004 году появилось, уже сегодня, может, не единственное, может, уже два, есть издательства крупных в Москве и Питере, появился издатель, и, так сказать, было предложение тоже сделать книжку, и, так сказать, вот такое выскажение появилось, книжка, рожденная в СССР, и чуть позже это же издательство предложило сделать уже большую книжку про Москву, и, так сказать, видите, туда попали фотографии, так сказать, нескольких эпох, то, что называется, эпоха и Ельцина, и Путина, такая Москва за 20 лет. Значит, книжка «Моя Москва». Ну, я не знаю, кто эту книжку видел, не видел. Значит, как вы видите, я снимал 90-е и активно, как бы, снимал. Эта тема тоже интересна и во Франции, и вот публикация, значит, в России 91-99 года, эпоха Ельцина, так сказать, в французского издательства. Значит, какой-то тоже шум, и, наверное, в 90-е, так сказать, ну, как бы, так сказать, стали авторитетными людьми все те, кто сегодня управляет страной, кто, так сказать, и в власти, и в бизнесе. И эта эпоха, в принципе, интересна посмотреть на себя молодых, странных, наивных. Значит, ведь это только, не только интерес с 90-м и во Франции, но также, так сказать, и здесь тоже эта эпоха интересна. От того, большая выставка в наше 90-е время перемен в Ельцин-центре, огромный, значит, музей в Екатеринбурге, выставка, да, на 200 или 300 работ, галерея стоит из двух этажей. Значит, на втором этаже была тоже, так говоря, ретроспектива река Булатова. Ну, какие-то фотографии из 90-х, просто крупным планом. Чтоб напомнить вам, как выглядели 90-е. В принципе, тоже время, к сожалению, места никто не узнает, но видите, как все быстро меняется. Как сказать, не буду тоже вас, чтобы там задерживать зарядье, парк зарядье. Значит, чтобы вы понимали, тоже архив 90-е, это, видите, какая-то работа с какими-то рок-группами и документация акций художников, значит, там, где это органят внизу, вверху, съемки каких-то для музыкальных альбомов Петра Мамонова, Инна Желанная, философ Зиновьев, для фильма, значит, Москва Татьяна Друбич, Валуев и Инди Борда Пуна, это тоже, так сказать, пример парика, для фильма из Льдовича. Соответственно, как бы раз получается портрет и, в принципе, есть какое-то тоже, так сказать, как бы какие-то отношения возникают между фотографом и художником, в принципе, я сделал тоже, я думаю, может быть, 100 портретов художников, не все удачные, то есть, как сказать, не все раскрылись, и, может быть, что фотография стоит, можете выбросить, можете уже и выбросил, но вот портреты тоже Эрика Блатова, 90-е, Владимир Сорокин, 92-го года, Александр Слюсарев, значит, молодой галерист из Тишинева Марат Гельман, значит, художник Владимир Дубасарский, это же тоже группа, значит, защита Бурлика, Олег Кулик и Краснопевцев, такой тоже художник старшего поколения, ну и довольно интересная тоже акция, значит, одновременно такой тоже авангардист, художник Авдей Тарганян женится на голландской художнице, и как бы перформанс свадьбы, и одновременно, значит, художник Авдей рисует копии известных картин, и в рамках тоже международного проекта в 93-м году, повторяя картину Джаспред Джонс «Американский флаг», раздается продолжение, выставить его на стене американского посольства, ни на одном посольстве в мире никаких выставок никогда не было, и американское посольство, значит, попало в просаг, от него ждали, скорее, письма с отказом выставить работу в американский флаг, но, значит, какой-то, так сказать, в посольстве тоже был юмор, и, значит, кто-то согласился, и такая однодневная выставка прошла, флаг Америки работы, значит, Авдей Тарганяна висел на стене посольства, значит, это, так сказать, Вот эта защитная стена – это тоже какие-то антивандальные меры против террористов в 90-е годы. Все посольства были, чтобы их не захватили, страждущие уехать, какие-то зоны имели. Обычно тоже показываю, как происходит художественный портрет, с чем сталкивается фотограф. Показываю тоже, это какая-то съемка, может быть, из 100 кадров Дмитрия Пригова, тоже художника, поэта. Где-то есть и контакт, и где-то художник задумчивый, где-то он меня не замечает. Как бы, видите, какие-то идут повторы и горизонтальные, и вертикальные. Потому что часто мы не контролируем ситуацию в заказах, и все зависит от верстки, от издания. И они могут использовать фотографии и на развороте, и на полосе. То есть эти фотографии размещает не фотограф, а фотограф просто дает материал для то, что называется, редакции. Ну, такой тоже довольно популярный сегодня персонаж. Как сказать, наверное, тоже снятый под рекламу фильма «Брат», не знаю, «Брат-1» или «Брат-2», Сергей Бодров. В принципе, вся эта съемка тоже цветная. Но, видите, как сказать, почему-то пришло в голову тоже все это сканировать. И, ну, то есть это тоже, знаете, 5-7 пленок, 7 пленок, значит, по 30 кадров, это 150 работ. И, в принципе, известно только одна фотография, потому что она стала обложкой в журнале «Сдвиг» 2 или 3 года назад от издания Евгения Фельмана. Ну, здесь я перехожу, что, так сказать, еще раз как бы к книжкам, насколько книжки важны. И это просто, ну, как бы даже десятая часть просто большого магазина, который торгует ФНАК. То есть там можно купить и стиральную машину, и холодильник, и игрушки, и фотоаппарат, и так далее. И в том числе там есть книжки. То есть вот книжная полка с альбомами фотографов, это просто, так сказать, десятки метров. И, видите, чтобы найти, так сказать, какую-то книжку, нужно еще встать на колени. И, соответственно, ну, десятки, иногда сотни людей, у которых деньги на все эти книжки о раке, там, о джеле, там, апельторфы нету, просто сидят. И, так сказать, и, в принципе, я тоже, значит, если денег нет, сюда прихожу, и на этом ковролине или на предыдущем, значит, в предыдущее десятилетие приходил. Эти книжки тоже можно было полистать, и просто полка на десятки метров. Ну, вот журнал свой с обложкой Сергеем Бодровым. Значит, там четыре обложки, ну, вот как бы сфотографировал три, но одна Сергеем Бодровым самая знаменитая. Ну, просто показываю, что в арсенале фотографа есть десятки фотографий, которые как бы равны, но вот известность получает благодаря издателю, так сказать, один файл. Ну, вот разворот этой книжки журнала, значит, свой про девяностые, где есть, значит, какие-то тоже, видите, политику Ельцина, Добряем, и какие-то медицинские, значит, антигорбачевские, и сжигание российского флага, и какие-то люди, тоже ожидающие транспорта, и портреты каких-то знаменитостей, значит, и Владимир Сорокин, и Бодров, и Александр Лебедь, который тоже в 96-м году претендовал с большим рейтингом на пост президента. Ну, уже никто не знает, кто такой генерал Лебедь и художник Дубоссарский. И ведь в 90-е тоже попали как бы несколько разворотов и скамейки, так сказать, как такой смесь и художественного, и документального. Соответственно, я снимаю различные проекты и, так сказать, тоже занимаюсь самоздатом. Это вариант книжки «Уикенд. Отдых. Как мы проводим выходной день» в цифровой редакции 50 экземпляров. Книжка получила хорошие отзывы, и есть магазины, которые такими книжками торгуют. Из-за обоих магазинов написали, что мы готовы взять на реализацию. В принципе, можно было допечатать также, так сказать, еще 50 штук цифровых. Но я решился на издание, офсетного издания. И, в принципе, так сказать, это траты фотографа, и траты огромные. Но, так сказать, сам проект стоит еще дороже. Представьте, что тоже там 10-15-20 лет снимать на пленку какую-то тему. Ну, то есть это тоже уже, так сказать, вложить полмиллиона или миллион. Это относительно уже затрачено времени пленки. Это просто уже как бы часть. И, в принципе, есть какие-то тоже акционеры, кровофанды, геосистемы. Но в творческой фотографии, я думаю, что все расходы на себя берет сам автор. Значит, эта книжка тоже вышла несколько лет назад. Ну, вот такие развороты, как проходит уикенд. Довольно забавно, что все эти фестивали, значит, по выходу книжки тут же и закрылись, и исчезли. И, так сказать, власть в какой-то независимости, так сказать, оглянулась. И все эти, значит, уже фестивали, где, замечу, не было ни одного милиционера, так сказать, уже открывает местный губернатор. Ну, а сейчас мы видим, что, так сказать, множество фестивалей анонсировано. Но, как сказать, они тоже попали под эпидемию и проведены в этом году не будут. То есть, смотрите, на наших глазах, ну, как бы случайно. И я снял такой кусочек российской истории, где, так сказать, какая-то была тоже такая самодеятельность, наивность и, так сказать, еще, как бы, свежие съемки, а уже, как бы, они стали историей. Ну, значит, выход и выставки, и книжки – это достаточно большие. Не только траты, так сказать, учреждения или автора, но также это, как бы, так сказать, какая-то пресса, которые тоже эти проекты замечают, и, так сказать, даже книжка может, ну, как бы, так сказать, попасть в прессу. И в том числе, видите, какие-то итальянские прессы есть, и газеты «Известия» об этом пишут, и газеты «Метро», и так далее. Отсюда часть нашей истории в прошлом – это бесконечные, так сказать, бесконечные митинги. И, так сказать, это, так сказать, такой тоже хэштег в, значит, девяносто третьем году – праздники. Было непонятно, будет ли новая Россия праздновать советские праздники, или мы откажемся от советских праздников. Что такое советский праздник? Это день советской армии, значит, это, так сказать, исчезлая советская армия, и женские дни, и какие-то патриотические праздники, так сказать, общество замерло. Значит, эти праздники, так сказать, как я ожидал, что, так сказать, в моем ожидании, что какие-то появятся российские праздники, не совпадающие с советскими праздниками. И так случилось, значит, какие-то праздники попали в забвение, и там есть новые праздники, значит, и День России, и День Народного Единства и так далее. Может быть, их уже десятки, так сказать, и так далее. И вот в девяностые нулевые, так сказать, люди странно праздновали праздники. Значит, это были какие-то тоже, так сказать, акции часто протестные. И, в принципе, я их тоже документировал. И когда, значит, такого материала по хэштегу праздники набралось тоже достаточно много, я тоже издал книжку, где, значит, было около 250 фотографий. И праздники тоже объединил совершенно разные, так сказать, и антиправительственные, и проправительственные. Ну, вот, например, вот эта фотография 2000-го или 2001-го года. То есть, возможно, это один из первых, как бы, публичных портретов нового президента, а, так сказать, какое-то тоже, значит, молодежное правительственное объединение выходит в город, и, так сказать, я там, ну, реально просто единственный фотограф, потому что, так сказать, никому в голову не приходило это документировать. Ну, и здесь тоже, видите, два хэштега. Так что мы понимали, что такой хэштег – это какая-то реклама, которая совпадает с какой-то новейшей, как бы, рекламой. Потому что в 90-е тоже появляются какие-то майки страны со Сталином. И тоже я тщательно все это документирую, такие артефакты. Ну, как страсти вы видели в прошлом? Ну, вот что-то, видите, какое-то такое бурление в Москве. И, в принципе, я скажу, что мне интересно и книжки, и выставки. Вот выставка на винзаводе, так сказать, где, как бы, Москва бурлит. И просто я хочу показать, значит, там стоят студенты школы Родченко, или уже сейчас выпускники, даже преподаватели, так сказать, размер фотографии, и, значит, как выглядело из самого пространства, где тоже, значит, склоснулись совершенно разные векторы политические. Ну, я снимаю и цвет, и описываю также современность. Книжка «Богема». Значит, она, так сказать, была показана в слайд-шоу на второй триеннале в гараже в течение, значит, 20-21 года. И, так сказать, чуть раньше, значит, в 13-14 году была выставка, значит, Алис Йофф и Гермухин «Памфракция 1. Памфракция 2» в Московской галерее «Триумф». И вот здесь, как бы, есть верстка компьютерная экспозиции. И, значит, как бы раз я снимал в прошлом каких-то тоже деятелей рок-музыки, Борис Гребенщиков, Олег Горкуш, аукцион, и я понимал уже в 85-м году, что это должно быть книжкой, что, как бы, это время все, что я снимаю, ну, возможно, потому что неизвестно, как сказать, я снимал среди еще двух миллионов фотографов, ровно два миллиона человек увлекались фотографией, покупали журнал «Советское фото», который выходил тиражом, 300 тысяч экземпляров. То есть было непонятно, кому это нужно, но, как бы, у меня была надежда, что это будет книжка, и, значит, вот в 15-16 году я вернулся к этим фотографиям с книжным проектом, сам снимал, значит, сам должен, как бы, так сказать, сделать какой-то выбор, селекцию и, значит, как бы ответственность моя, как эти годы выглядели. Ну, просто, так сказать, отсканировано и отпечатано, может быть, 400 или 600 фотографий, так сказать, идут какие-то поиски пар, и книжку можно разложить совершенно по-разному, видите, приходится тоже все это распечатывать и смотреть, насколько фотографии друг к другу прикираются. Еще раз, это самодеятельная книжка, никто ее не поддерживает, и такая книжка тоже, так сказать, нашла поддержку на крауфандинге в планете, то есть я собрал достаточно денег, чтобы напечатать тираж этой книжки, и, значит, мне помогал тоже такая коллизия, в 16-м году тоже студент в школе Родченко, вот Юрий Кузнецов, то есть, значит, прошлый такой независимый художник, а сегодня он студент, мы уже вновь встречаемся, видите, книжка выпустилась с текстами на двух языках, и перед этим все фотографии я слил в интернет, и у меня был вопрос, ну, как бы, видите, я, значит, сказал книжка, выставка, сеть, то есть, войдя в интернет, я поделился фотографиями, значит, тут же я стал встречать людей на разных семинарах и так далее, которые эти фотографии скачали, которые, как бы, хранят их в папочках, и я, так сказать, было непонятно, если уже фотография есть бесплатно, будут ли люди покупать книжку, и часть книжки я сделал как дневник, показывая тоже какие-то дубли, как вообще фотография рождается, как, так сказать, как фотографии выбирают, видите, есть очереди в Ленинграде, очередь в Москве, какие-то есть исполнители на квартирниках, значит, наверное, 85-й год, Петр Мамонов, Сой, какие-то мои товарищи, значит, по моспроекту, ведь я хожу тоже на выставках и перефотографирую какие-то образы Высоцкого, значит, тоже такого запрещенного барда в СССР, какие-то панк-группы, Александр Башлачев, не косметики, никому тоже ничего не говорить, странные игры, группа тупые, значит, Саша Лепницкий, Дуни Смирнова, Майк Науменко, значит, из фильма «Лето» с Кирилла Серебренникова, все это было, как бы, доступно, там, Гарик Сукачев, можно было зайти в гримерки, можно было поснимать на улицу, можно было, так сказать, летать с этими людьми, так сказать, и документировать рок-хронику, там, группа «Оберманекен», значит, я вот сделал такое, как бы, удвоение, какие, как, так сказать, как фотограф снимается, как происходят дубли, то есть материал, который видит только сам автор, ну, и арт-раздел, где, как бы, уже, как бы, представлены, то, что называется, художественные фотографии, и книжка получила тоже, ну, какой-то интерес, значит, сетевая реклама тоже, так сказать, притянула, и Государственный музей фотографии в Санкт-Петербурге «Росфото», значит, там тоже была выставка из семи залов, и тоже, значит, как бы Ольга Свибулу предложила на Биеннале сделать выставку, значит, «Альтернативная культура 80-х годов», и, значит, как видите, тоже показываю, как, кстати, выставки проектируются, что молодежь, мы показали на фоне разрушающихся монументов, и выставки, так сказать, и у выставки есть и дизайнер, и архитектор, и инженер, потому что эти конструкции, так сказать, не должны упасть и кого-то завалить, и создание выставки – это не только миллионный бюджет, но еще как бы десятки людей, которые как бы задействованы в производстве. Представьте, вот напечатаю такую фотографию, там, 3 на 6 метров, так сказать, сколько это стоит, и какие тоже риски. Ну и вот как бы, я просто тоже показываю, значит, студентам, мы все это обговариваем как проект, невидимое просто обсуждение, так сказать, даже не с куратором, а с инженером, с, так сказать, выставкой состоялось, в принципе, все, что, так сказать, замыслили, получилось такими фотозонами, и видите, как бы вернисажи, и выставка, или книжный проект получил тоже продолжение, уехал за границу в Каунос, значит, Кауноская фотогалерея, это первая фотогалерея в СССР, которая возникла в далеком 72-м году, то есть, значит, эта выставка, но приблизительно в ужатом формате была, и выехала за границу. Ну и надо тоже упомянуть, так сказать, ну, так сказать, это уже, наверное, связано, чтобы мы тоже понимали, как вообще выглядит жизнь фотографа, ну, 30 лет я снимал такой проект про советские памятники, назвал это еще в 80-е годы исследованием советского монументального искусства, и мы узнаем, значит, Лубянскую площадь, значит, аптека, где цыгане торгуют, значит, лекарствами в аптеке номер один, и памятник Дзержинскому на Лубянке, 88-й год, еще и карусы, и вот такой проект путешествия длиною в 30 лет, где памятники и сносились, и исчезали, и как бы это приключение, значит, в 110 или 120 населенных пунктах я съездил, включая и Украину, и Белоруссию, и Крым, и район Кавказских генеральных вод, и остановился на, из всего выбора, который нам предлагала монументальная пропаганда, в какой-то момент, сделав анализ, остановился на монументах второго плана, как вот изображены здесь, потому что они встречались в детстве во всех в пионерлагерях, где я проводил детство, значит, детство советского школьника, это был выезд, первая, вторая, третья смена в пионерлагеря, дома отдыхи, санатории, так сказать, и какие-то летние дачи, вот везде, как бы там, так сказать, была такая монументальная пропаганда малых форм, и, так сказать, я отправился на ее поиски спустя время, будучи уже взрослым. Ну, видите, как бы, как сказать, серия получила тоже какое-то признание, вот видите, как бы пресса, какая-то газета New York Times пишет, и мой памятник попадает, значит, в какой-то выставке, которая проходит в Музее современного искусства в Нью-Йорке, то есть видите, и фотография оказалась тоже в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке, то есть и смотрите, как бы вот такое воспоминание детства, поездки по, ну, удачу вдруг найдется в Геленджике или, значит, в Анапе, или, значит, в Алубке, в санатории, где я был подростком, ребенком, школьником, и, так сказать, все серьезно, Музея современного искусства в Нью-Йорке, New York Times Magazine, так сказать, пишет про эту выставку, и, конечно, раз такие силы вложены в проект длиною 30 лет к столетию монументальной пропаганды, значит, от указа Владимира Ильича Ленина, я решил тоже на издание этой книжки, и часть, значит, работ, где монументы исчезают, была закуплена в свое время Третьяковской галереи, и это первая публичная закупка фотографий Третьяковской галереи, значит, на документе стоит подпись 70 экспертов, и, ну, как бы, так сказать, когда нет денег дизайнеров, приходится дизайн, макет тоже делать самому, вот, как бы, значит, линейчика, я сижу, делаю, так сказать, делаю верстку, как эту книжку можно издать, если у меня есть и какие-то гиптихи, и триптихи, и одиночные фотографии, и горизонтальные, и вертикальные, как все это сложить, и, значит, как сказать, время поменялось, в какой-то момент я понял, что можно этот проект дополнить уже не советскими памятниками, а российскими новыми, и, значит, название надо было поменять на «В поиске монументальной пропаганды», и появилась такая обложечка, значит, «Пограничник с собакой», и книжка про поиск, и есть все эти указы Ленина, и, значит, первый там памятник в списке монументальной пропаганды в 18-м году — это «Спартак», и невероятно, что уже в наши дни памятник «Спартаку» тоже как бы стоит в Москве, гигантский, может, там, 15 или 20 метров в высоту, в Тушино, то есть невероятно, но Ленинский план, так сказать, выполнен, и эта фотография «Спартака» эту книжку и завершает. Ну, видите, тоже ушло 15 лет на обдумывание, как все эти фотографии объединить по главам, и вот здесь я показываю тоже главы и с Лениным, и с пионерами, и с рабочими, и с тема животных, и, видите, как бы это снос рыб с павильона рыболовства, ну, просто там какие-то бизнесмены из Китая купили, продавали телевизоры, рыбы им были не нужны, но вот сегодня, значит, правительство, то есть, как бы, все это восстановило, и эти рыбы, значит, исчезнувшие, разбитые, снова появились на павильоне ВДНХ рыболовства. Ну, единственное, что вот сгорела, значит, змея и павильон вместе с ней, и фонтан, что-то связанное какое-то, что-то со здоровьем, значит, павильон. Ну, и вот эти вот двоения, которые закупила Терптиковская галерея, одно и то же место пришлось посещать два раза, когда монумент есть, и когда его уже нету. Ну, вот как раз завершение книжки памятник Спартаку и какой-то современный раздел, где и Шукшина, Высоцкий, Гагарин присутствуют, и возведение тоже каких-то современных российских памятников, значит, памятник Жукову, и присутствуют памятники, уже снесенные, как называется, женщины, которые ночью работают, значит, работают, какие-то охранники тоже, и Золушки, и Царевна Лягушки, и Дворники, и Газпром, все это, так сказать, вот видите, тоже Пушкин, значит, в Москве сносят, значит, там есть раздел писателей российский, советский, ну, и уже как в довершении нашей встречи, еще есть 9 минут, такой проект калькуляция, проект концептуальный, который не получил развитие, никто не понял, в чем суть, я решил поиграть в русскую рулетку, выбрать в пленке есть циферки, бесконечно, значит, отправляя фотографию в печать, я пишу цифру 23, значит, это у нас такой Лугутенко из группы Мометроль, популярный певец нулевые, сканируя, я тоже пишу 23, там, и, так сказать, вот калькуляция, значит, в пленке 36 кадров, можно ли выбрать за тоже 20-30 лет работы 36-37 портретов и расположить их в порядке 19-20-21, значит, от нуля до 37-го кадра, ну, соответственно, значит, вот такие парные развороты, и это тоже издательская книжка, где вот я показываю, что, значит, вот кадр с Владимиром Сорокином, это 13-й кадр, и показываю, что, значит, здесь кадр на 13-й, здесь, значит, кадр с Локутиенко, как бы у меня не вижу, как номер 23-й, вот он кадр, значит, вот я снимаю Лопугачеву, и это кадр 24-й, такая концепция, как сказать, как, чтобы остались какие-то знаменитые фотографии, знаменитых людей, но в то же время была интересна концепция, потому что, значит, в пленке есть кадр 0-0, 0-1, и есть кадр, значит, дополнительный 37-й, значит, все там, значит, получается у нас около 40-39 кадров, но вот найти 40 артистов и расположить их, так сказать, большая конкуренция, значит, там один кадр претендовало по 15-20 сюжетов хороших, и, соответственно, какие-то кадры не удались ни разу, ну, почему я их тоже выбрал, потому что это самое сложное, то есть вот на 24-м кадре получилось, ну, просто два десятка работ или там в 23-м, а вот 14-е, 17-е не сработало ни разу, и пришлось архив пересматривать по несколько раз, чтобы, как сказать, повествование тянулось от нуля до, значит, 38-ми, значит, книжка издательская, но издатель тоже напечатал пробные варианты, показывал, значит, каким-то экспертам, никто не понял, в чем, как бы, фишка. Книжка вышла, по-моему, 50 экземпляров тоже, цифровая версия, и, значит, тираж так и не пошла. Ну, и, так сказать, какая-то крайняя, уже не крайняя книжка, так сказать, книжка 19-го года про Москву, огни Москвы, легкость Москвы, и какие-то фотографии, черно-белые, тоже, так сказать, завершения я могу показать, но просто как ностальгия, как Москва выглядела еще 2-3-4 года назад, и, так сказать, ну, в принципе, жизнь продолжается, и, видите, я как бы работаю не с цифровым форматом, все фотографии, мало того, приходится еще сканировать превью, распечатывать, вешать на стену, и, так сказать, искать порядок, чтобы эта книжка интересно смотрелась и была зрителю интересна. Значит, такую книжку я тоже напечатал, и многие, может быть, ее тоже видели с обложкой художника Алисы Йоффы, значит, она продается. В принципе, на этом наша встреча подошла к концу. Я готов, если такая возможность есть, ответить на какие-то вопросы, связанные с поступлением в школу Родченко. Спасибо большое. Да, слушатели, абитуриенты, есть ли какие-то вопросы? Единственный момент, я вот хотела вернуться к консультациям, консультации действительно пройдут 29 июля, и будут у всех преподавателей с 3 до 8 вечера. Очень мы надеемся. можно дочитать до 10, если желающих вопросов нету, то раз, два, три, четыре, пять вопросов нету, но еще раз скажу, что все-таки мы не ждем выпускников школ, мы надеемся на людей, которые уже пожили, поработали, которым, может быть, 23, 24, 25 лет, также поясню, что как бы три года обучения, часто люди не, так сказать, в своем, так сказать, курсе делают диплом, берут паузу на год или два, а 35 лет это тоже такое важное число, так сказать, такой статус молодого автора, поддержка молодого автора, и, так сказать, как раз вот на выходе, значит, у людей после школы есть там 5, 6, 7, 8 лет, чтобы этот статус молодого автора использовать. Вот вопрос, появился какой-то в чате. Игорь, вы читаете его? Я читаю. Ну, смотрите, здесь вызовов столько, что, как сказать, мы за три часа не обсудим даже треть проблем. Смотрите, как бы много преподаю, и действительно, как бы вызовы и в само время, значит, люди снимают какую-нибудь архитектурную серию, ну, просто место. Смотрите, как бы и в пятницу сидят еще люди молодые на скамейках, а в субботу уже как бы эти скамейки перегорожены, и за сиденье на скамейке взимается штраф в 4 тысячи рублей. Как сказать, действительно, фотография, принимают множество вызовов, и ну, тоже, как бы, значит, это тоже тема для обсуждения внутри и группы, и, значит, какие-то вопросы. Если вы сомнимаетесь в моем, как бы, так сказать, моем статусе, мы выносим тоже на просмотры, потому что мнения, как бы, коллектива тоже важны, как быть. действительно темы различные, и частично мы даже просто не можем их показать, не можем снимать детей до 18 лет без подписи, родители, которые тоже не могут иметь каких-то публичных презентаций. Как сказать, мы видим проблему, что документация митингов и, как бы, эти фотографии, так сказать, использует прокуратура для возбуждения по фотографиям уголовных дел, то есть фотографы становятся как бы невольными, так сказать, при этом люди получают деньги, они на работе, как бы, но по их фотографиям как бы возбуждается уголовные дела, то есть тема настолько обширная, что просто, конечно, мы за оставшиеся минуты не сможем даже одного процента обсудить. Ну, я не знаю, смейте, что такое контекст развития современного искусства, тоже такое, так сказать, где-то фотография, так сказать, кураторам без разницы будет это фотоматериал или, так сказать, живопись или инсталляция или там, так сказать, что-то медийное. В принципе, есть где-то фотографическое, где, так сказать, никак фотография с современным искусством не пересекается, есть союз фотохудожников, есть премия молодым фотографам, есть премия лейки, никакого современного искусства там и близко нет, ну, хотя тоже фотография изменяется, и мы эти изменения тоже обсуждаем. Спасибо. Еще минутка есть, если кто-то в чате что-то напишет. Ну, если вопросов нет, то можно заканчивать, наверное. Хорошо, значит, как бы числа на сайте есть, можно записаться, как я понимаю, к нескольким авторам, кому-то на 3 часа, кому-то на 5, кому-то на 9, и познакомиться тоже с преподавателями, так сказать, как люди выглядят и проконсультироваться, с чем стоит поступать. Да, регистрация на консультации будет открыта 19 июля, вот, так что не пропустите. Смотрите, как бы школа Родченко не единственная школа, значит, я тоже еще есть в других школах преподаю, в принципе, мы снимаем людей и, значит, так сказать, в принципе, я учу, как вот это преодолеть страх, значит, от Алисы Дроздовой, ну, просто надо один раз, знаете, как вот раньше учили купаться, значит, на лодке, возили в речку и в речку бросали. Дальше я должен был выплыть снова, так сказать, как и одновременно выплываешь и учишься плавать. Наверное, так же, так сказать, можно и научиться снимать людей. хорошо, я был рад, что нашлось 24-19 слушателей, конференция закончена, и всем до свидания. до свидания. До свидания. до свидания. до свидания. до свидания. Продолжение следует...